Приветствую вас! Информационное агентство Райтерс сообщило, что скорее всего в понедельник ближайший США официально объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов. Что будет в этом пакете? Ну, опять же, согласно их источникам, больше всего будет боеприпасов для танков, авиаций и зенитно-ракетных комплексов. Самое разнообразное, тут вообще так написали, полдюжины типов различных боеприпасов. Детально они не описали, что. Но там будут, соответственно, еще и радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, работно-вакуационные машины и прочее, прочее, прочее. Плюс еще какие-то боеприпасы на 500 миллионов. Ну, будет более детально раскатывать. Хотя сейчас в последнее время вы знаете, что не детализируют именно поставки. Ну, по общей цифре. Да, это прежде всего связано с тем, что для успешного контр-веступления Украине надо прежде всего штоп боеприпасов. И по этой причине выделяют такую сумму. Но опять, кто-то скажет, большая-маленькая, нормально. Как вы скажете, что не 50 миллиардов, да хорошо, и 2 миллиарда тоже. Да, понятное дело, что это не за один день поставят. Вы превосходно понимаете. Ну, поставки, конечно, будут в течение апреля месяца. Не за день, однозначно. За день такого даже не поставишь. И опять же ситуация следующая. Я так понимаю, что тут будут пессимисты, оптимисты. Они говорят, что это плохо, это хорошо, это нагнетает, другие мало и так дальше. Смотрите, в сегодняшний момент, что мы наблюдаем? А мы наблюдаем следующее, что по большому счету нам товарищ Си очень помог. Ну, имеется в виду товарищ Си, этот, который лидер Китая. Как помог? Вот понимаете, если он бы не встретился с Путиным, ну, нашел бы причину. Было бы немножко сложнее руководству Украины уговаривать руководство США, ну, дайте боеприпас. Причем, ну, так, знаете, уже миллиарды, говорю, это же, вот обращай внимание. А тут получилась ситуация. Товарищ Си пообщался с Путиным. А вы же понимаете, для США, тем более для всего США, тема Китая болезненна. Ой, болезненна. И, вы же понимаете, как теперь удобно руководству Украины говорить, смотрите, ваш, ну, давайте говорить, не друг, не, не враг, а не друг, потому что уже не говорить, что Китай враг, ладно, не друг. Ну, встречается с Путиным. Причем, после того, когда вы же подсуетились и выписали на него ордер на арест. А он ведет себя как? Ну, да, с точки зрения США, некрасиво, очень-некрасиво, очень. Мало того, вы же понимаете, что даже когда Трамп выступает, он не может не поднять эту тему. Ну, не может даже потенциально или человек, который желает стать президентом США, не матюкать, не материть Китай. Ну, не может, понимаете. Ну, что если он скажет, я люблю Китай, то можно сразу у президента не избираться, это нереально. То есть, да, в США на сегодняшний момент, ну, в общем-то, такое говорит, вот Китай хочет быть мировым лидером, тем самым сдвинуть США. Ну, представляете, это то, что любой американский политик скажет, нельзя, не говоря уже избирать. Да, ни за что. Понимаете? И по этой причине вот именно эта встреча нам на руку. Ну, чертовски на руку, понимаете, как? По этой причине и 2 миллиарда подсуетили. Тут же понимаете, как получается, что сейчас даже, ну, Байден, скажем вообще, Белому Дому проще и ориентировать и республиканцев, и демократов, и минуточку, и смотрите, что. Китай? Друзья к Путину. А кто такой Китай для нас? Значит, что надо сделать? Правильно, да. Вы думаете, почему действительно в последнее время республиканцы так взялись с репом на бедно Блинкина наезжать, признавая Россию страной террористов? Они же проголосовали, представляете? Ну, да, я террорист. Почему не признаешь? С дипломатической точки зрения Блинкин петляр. Но беда заключается в том, что, ну, как вам сказать, в США, там все-таки более главное, это действительно конгресс. Ну, порядок стоит, такая модель. И они действительно имеют возможность, что называется, любого, вот чиновника, президент США, то же самое. Вызвать на ковер, и чехвостить только так. Ну, это мне так принято. И поэтому, да, действительно, Блинкин очень сложно. Пытается объяснить, что если мы сейчас вызовем ее террористом, это будет за ним дипломатическая сложность. А почему? Просто республиканцы хотят быть более свирепыми, более жестокими. В отношении к России, ну, тем более Китая. Китай-то, это не друг, это плохой. Вообще, на сегодняшний момент даже Киссингера в США начали матюкать, что вот видите, он тогда ошибся. Не надо было сближение с Китаем, это помогли себе конкуренты вырасти. Да, на сегодняшний момент получилась такая ситуация, что этот визит нам под собой. Ну, видите, больше оружия. Значительно больше. Так что, я так понимаю, контр-наступление будет жарким. Потому что, это ж не одна партия, да это ж партия всяких снарядов, боеприпасов, это еще боеприпасы, ракеты и прочее, прочее, прочее. Ну, что ж, не надо было войну начинать, было бы хорошо для всех. Ну, коль беззубый щенок Болодька Путин захотел, чтобы Россию уничтожили, ну, что ж, придется уничтожить. Дро пути не существует. А вас благодарю за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok